Наблюдение из насыщенной жизни преподавателя по образованию, талантливой и успешной женщины, ее взгляд на отношения полов, семейные ценности, женские капризы, истории из детства и юности – вот что вошло в основу книги под говорящим названием «Россыпи». Начав писать порядка пяти лет назад, Светлана Езерская не представляла, что изложение мыслей на бумаге станет для нее в дальнейшем привычным делом. Именно так автор сборника анализирует реалии, события, поступки. Именно так ею проводится работа над ошибками, находятся ответы на многие вопросы. А для читателя, по мнению Светланы Алексеевны, итоги ее многолетней творческой работы – книга – станет отличным путеводителем в современный мир, где все стремительно меняется, в котором человеку порой не хватает времени, чтобы остановиться и подумать. Моя книга «Россыпи» – это философия обыденной жизни. Я задаю вопросы и пытаюсь найти ответ. Я делюсь своими сокровенными переживаниями не для того, чтобы просто как-то обнажиться, для того, чтобы понять, найти единомышленников, происходящее, что в этом мире происходит. Я тем самым обращаюсь к своим внукам. И мне кажется, я часто это детям говорю, будет у меня много внуков, я буду вот сидеть и читать им, рассуждать, поучать. Первая книга под названием «Россыпи» стала подарком Светлане Езерской к Новому году. Сын-школьник сверстал материал рукописей вместе со старшей сестрой, продумал дизайн сборника. А потом распечатал в двух экземплярах. Таким необычным образом мальчик хотел преподнести маме сюрприз, воплотив ее давнюю мечту в жизнь. Позже вышло в свет еще 100 экземпляров сборника, которые были раздарены друзьям и близким семьи Езерских. Книга пришлась по вкусу читателям. Об этом свидетельствовали многочисленные отзывы на презентации. Очень хорошо, что на этом этапе семейная ваша составляющая создает для вас как раз, ну может быть, самые важные условия для вашего творчества. Поэтому ваша книга, она искренняя, она откровенная, она сердечная. Книга «Россыпи» состоит из четырех разделов, посвященных разным темам. Светлана Езерская постаралась передать свои мысли в максимально доступной форме. В книге автор словно ведет диалог со своим читателем. Вместе с ним пытается найти истину, с ним рассуждает. Это краткие мысли, краткие изложения, женские сентенции. Это диалоги с судьбой, раздел притчи. Соприкасаясь с настоящим, это натуралистические записки жизни, это о народном творчестве. Последняя глава, это самое сложное, это рассуждение о бытие, о вере, о Боге. Презентация книги Светланы Езерской стала настоящим праздником как для самого автора, так и для всех присутствующих гостей. В зале в этот день собрались представители двух поколений. Вместе с автором они смогли порассуждать на волнующие темы, взять на заметку парочку советов мудрой женщины, высказать пожелания творческих успехов.